всем привет друзья значит как и обещал я вам рассказать о мотоблоках менеджерах магазинах и все о том как все это происходит спасибо одному пользователю который мне скинул достаточно информации для того чтобы сделать выводы переговорил я с дизелистом с дизелистом обслуживающие по гарантии эти двигатели 190 190 вообще все значит мотоблок я себе оставил мне пошли навстречу об этом я конечно расскажу еще в другом видео потому что у меня будет разговор наверное завтра буду разговаривать с менеджером это якобы оптовой компании якобы которая занимается якобы опять же поставка этих мотоблоков с германии но весь этот каламбур я вам подробно все расскажу и хочется всем спасибо кто участвует в комментариях конечно это очень интересно я много узнаю о технике о технике как эти китайских мотоблоках так и о мотоблоках мтз мотор сич как бы конкурирующие только три вот эти марки да как бы отдают предпочтение именно надежности именно этим трем маркам мтз дизельные мотоблоки неважно это штейнли кентавр профи или что-то еще иное именно этим дизельным двигателям да ну и еще разберем тоже мтз мотор сич это три марки которые на данный момент а как бы народ которым доверяет я сегодня ехал я забирался в гору в подъем я вас уверяю не мотор сич не мтз никакой другой мотоблок да не въехал бы груженый я ехал с груженным прицепом это просто меня поразило как такой легкость он туда взобрался именно его масса его вес дают огромнейшее преимущество не просто большое а огромнейшее преимущество перед всеми остальными мотоблоками заканчивая смотрим видео всем удачи и до следующего видео ну покажу так немножко возьми потому что сами понимаете что нет ничего приятнее смотреть как как кто-то работает наблюдать за теми кто работает да ну давайте здесь хочу продемонстрировать именно работу работу ножниц ножницы типа стерн австрия значит а че тут передачил пансоны но какому-то эффекту пришел металли миллиметровый его даже может чуть чуть больше вот видите режешь и неудобно конечно что она все высекает вот такую вот полумесяц вот поэтому я смотрю чтобы эти полумесяцы высеченные никуда не падали там под ноги ну здесь я обшил пока борта прихватываю я все пока сварки потому что разница в металле очень большая этот металл очень толстый я думаю что полуавтомат его не прогреет ну сейчас вырежу еще туда подбор что-нибудь и будем пытаться уже все это обваривать полуавтоматом честно говоря одной из таких оптимальных возможностей этих ножниц то что резать ими можно ну вот так вот видите здесь лежит опять стружки но в то же время еще матрица с плансоном поворят поворачивается на бок и можно очень удобно резать профлист то есть со всеми волнами но это я покажу как-нибудь отдельно конечно можно было бы вырезать целиком лист и согнуть на металл миллиметров гнуть неудобно его не проще как бы сделать так здесь раз и обварить все это полуавтоматом но в процессе работы у нас образовываются такие вот узкие кусочки которые никуда не понадобятся из них мы и вырежем и карандашом обрисуем внутреннюю часть сейчас мы все это вырежем не забудем указать стрелочки направления дабы избежать потом путаниц обрезаем 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 как видим отлично так закончились резкой повырезали все части и сейчас сюда подкатили полуавтомат изготовление этой тележки есть на канале она изготовлена так, что отбалансирована поднимается одной рукой и на колесиках ее можно вместе с полуавтоматом перекатывать ну все, устал пока сегодня варить не буду в основном прихватки сделаны где-то уже полностью обварены где-то частично прихвачены но уже картина маслом видно значит здесь вот мне осталось поближать вот эти вот бодяги я же говорю, что основа была я только сделал здесь борта что здесь? значит металл у меня миллиметровый очень нигде не гнется здесь я даже не ставил уголки то есть металл с металлом прихватил и в принципе все небольшие сделал крылья крылья я делал брал вот такие вот они не широкие наверное сантиметра по 3 по 4 выгибал их так вот чтобы оно было над колесом ну и к нему уже приваривался но это я буду здесь я буду заваривать сплошным швом все это дело потому что оно очень некрасиво ну и здесь наверное по периметру его вот так вот я наверное все-таки пройду сплошным швом ну пока и так сойдет вот как здесь потому что там углекислота кончается проволоки тоже уже немного осталось я так оставил мало ли что придется где-то что-то прихватить а этот пока ездит недельку может и так поездить значит смотрите мы при перевозке длинногабаритных грузов я имею ввиду например доску спилорамы то есть мы открываем передний борт приоткрываем его так приоткрываем задний борт фиксируем его в открытом положении вот так вот и таким образом у нас влазит только доска досюда 3,50 да плюс мы можем смело сюда выпустить ее без какой-либо опаски там на 2,50 6-метровая доска этим прицепом будет легко в принципе перевозиться длиной с двумя откидными бортами это у меня такая идея мне кажется что ни к чему что эта длина дышу останется не востребована ведь то что вы выпустите сюда каких-то там 20-30 досок особого дискомфорта не создаст да приехать откуда-то ну займет это там какая-то ступенька появится но доехать все-таки можно будет это легче чем мудрить какую-то ось еще дополнительную там тележку которая будет и что будет вызывать и трудозатраты и финансовые затраты проще сделать откидной борт это ищерами это мне подогнали кое-чего значит бороны но это большая наверное точно мне не понадобится это чуть поменьше возможно понадобится это две маленькие они вон скручены в этом месте проволокой но наверное самые оптимальные будут это плуг я не знаю потянет он этот плуг не потянет но здесь как лишнее все убрать останется вот это вот поперечина рассверлить две дырки эти и как раз оно будет наверное подкрепление там ну плуг большой конский ну а это окучник я так понимаю тоже был конский но его можно разогнуть немножко приварить к нему то же самое все лишнее пооткручивать поотрезать оставить только вот эту часть к нему приварить такие ну сделать из него картофелекопалку в общем что-то такое вот такие пироги у кого есть опыт кто-то переделывал делал пишите потому что мне все не надо нужно что-то из этого утилизировать назад вернуть ну все пока всем пока